11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня четверг. Студия «Налапшина» и Светлана Зальков. Всем здравствуйте. Всем добрый день. И традиционно в конце года мы подводим итоги с нашими партнерами, с ключевыми фигурами, представителями бизнеса, представителями власти, представителями науки, культуры и искусства, активистов, с активистами. И мы рады приветствовать в нашей студии Валентина Пугачи, ректор Авиатского государственного университета. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Надо сказать, что в этом году мы нечасто с вами лично встречались в этом эфире. Очень большой загруз был у университета. Мы, конечно, внимательно следили за вашей деятельностью. И специалисты ВУЗа приходили к нам постоянно, как на работу, буквально в эфир. И о каждом своем новом проекте отчитывались и в преддверии проекта, и в течении, и по завершении. И поэтому, надо вас заверить, Валентин Николаевич, мы следили точно, очень пристально за деятельностью ВУЗа. Я очень благодарен, что вы проявляете такой искренний интерес, такой содержательный, не для галочки, а действительно вам интересно, что происходит в университете, что университет делает для города и для нашей области. Ну да. За это спасибо. Ну как? Ну вы же драйвер развития региона. Спасибо, что вы это заметили. Мы никак иначе не можем. Мы сегодня встречаемся с итогами. И вот накануне буквально договорились, что разобьем наш эфир на четыре таких больших серьезных блока. Это кадровая политика университета. Это очень важно, потому что когда любое предприятие, а университет тоже в некотором роде предприятие, да, реорганизуется, то мы понимаем, что явно это будет как-то касаться кадров. И понятное дело, что, в общем, кадры решают все, никто не уходит от этого постулата. И поэтому нам, конечно, очень важно понять, что было сделано за этот год, на ком делались акценты, что ставилось во главе угла, когда вы ставили задачи своим сотрудникам. Второй блок – это очень серьезный, на мой взгляд, тоже блок. Он всплывает явно из вашей деятельности. Это взаимодействие с региональной властью и бизнесом, потому что мы видим массу программ, которые были реализованы за этот год, таких четкого направления заказа. Вот что нужно бизнесу, то мы и готовим. Что нужно кадровому резерву власти, то мы и готовим. Что нужно науке, культуре, то мы и готовим. Это важно, на мой взгляд, мы обсуждали предварительно, потому что хорошо и правильно, когда студенты заканчивают вуз, и они сразу имеют работу. И это работа не для галочки, а это работа, которая действительно какой-то вклад в экономику и в культуру региона и страны внесет. Я бы даже сказала хорошо и правильно, когда студенты еще учатся в вузе и уже имеют работу или возможность прохождения практики, возможность получать какие-то знания не только в теории, но и просто руками что-то потрогать, поделать. Делаешь, когда результат, прямо во время учебы. Безусловно, конечно, образование и приоритетное развитие, новые факультеты, новые программы обязательно мы тоже сегодня обсудим. Ну и, естественно, куда деваться от материальной базы, потому что вуз должен быть обеспечен всем для того, чтобы реализовать вот эти задачи, о которых мы сегодня уже говорили. Приступим. Итак, кадровая политика университета. Ну что ж, по поводу кадровой политики, ну, вы знаете, наш основной слоган, что мы формируем будущее, и для того, чтобы это будущее соответствовало задачам, которые самой жизнью поставлены перед нами, университет должен изменять не только ситуацию вокруг себя, но прежде всего меняться сам. А что такое университет? Это не в первую очередь здания, сооружения, лаборатории и аудитории. Университеты — это преподаватели, преподаватели и сотрудники университета, и какие они, какого качества, насколько современные требования, вернее, насколько современными взглядами они обладают, соответственно, это они будут транслировать и передавать своим студентам. Поэтому мы в этом году, и я пролистал свой ежедневник за этот год, насчитал очень большое количество мероприятий, которые были направлены на изменение преподавательского состава. Притом, вот начали этот год мы с очень интересного проекта. Знаете, очень много мероприятий и по линии Минобра, и внутри университета генерируются для молодых ученых, для молодых преподавателей. Программа поддержки аспирантов, ну и так далее. Там гранты, конкурсы, различные формы доплаты и поддержки — это для молодых специалистов. Вроде бы казалось хорошо и правильно, но давайте вспомним о том, что значительную долю, более половины среди преподавателей — это все-таки взрослые, среднего и старшего возраста, заслуженные, уважаемые, профессиональные, очень опытные доценты, профессора, которые, собственно, всю свою жизнь посвятили преподавательской работе. Вот на них сейчас, в последние годы, взвалилась куча информации, требований, новых правил игры и пожеланий, как они по-новому должны вести образовательную деятельность. Им перестраиваться приходится, а люди взрослые, и они привыкли десятилетиями работать по тем стандартам, шаблонам и стереотипам, которые у них сложились в предыдущие годы. Понятно, что здесь можно перегнуть палку со стороны администрации университета и просто вступить с ними в какой-то конфликт, войти в непонимание и, ну, будем так говорить, растерять самое ценное, что есть такое гидро, научные школы и так далее. Мне этого бы крайне не хотелось, поэтому мы зафиксировали для себя это как задачу, запланировали с очень известным тренером технопарка «Сколково» Игорем Дубинниковым, именно, чтобы он сконфигурировал специальный курс повышения квалификации или тренинг, или семинар для преподавателей средней и старшей возрастной группы. И с ними детально проработать, как они себя чувствуют, как они понимают новые вызовы времени, как они на них способны, какие есть варианты реагирования, как себя комфортно чувствовать в этой обстановке. Тренинг скорее психологически, такой методологический. И мы получили очень хорошую обратную связь. Более ста преподавателей приняло участие в нем. И, вы знаете, по-моему, все получили удовольствие от этого процесса и, соответственно, это было очень полезным. Это было в начале года. В середине года мы другим вопросом занялись с нашим составом университета. Вы знаете, что сейчас новые требования предъявляют к университетам, что он не только должен выполнять свои базовые процессы, традиционные обучения, но он должен еще заниматься генерацией знаний, производства научных результатов, исследований. И не просто их производить и создавать новые знания, новые научные статьи писать, находиться на фронтире науки. Эти знания нужно же как-то использовать. И это не просто должно быть знание ради знания. Знания должны применяться в экономике. Они должны быть в значительной степени прикладного характера для того, чтобы предприятия страны использовали эти новые технологии в своей модернизации. Университет должен уметь распорядиться этими знаниями в виде оформления и продажи патентов, в виде создания новых высокотехнологичных производств, своих дочерних структур предпринимательских, в виде передачи этих знаний на коммерческой основе предприятиям. Это новые знания и компетенции, которым сотрудникам нужно учиться. Именно поэтому мы провели второй очень важный семинар-тренинг. Это была деловая игра. Создай компанию, продай компанию. Я вспоминаю, мы на экономике в свое время, в старших классах школы у нас был предмет, мы то же самое делали. Ну, а там в течение дня более 80 человек, здесь уже было свободное желающее, факультеты инициировали свои списки. И вот мы с опытными тренерами из Колково поиграли в эти деловые игры. И для меня было очень полезно. Во-первых, было интересно посмотреть, как для новых и для себя в интересных задачах реагируют те, которых я хорошо знаю. А еще было интересно открыть для себя сотрудников, которые, может быть, не были у меня в поле зрения, сотрудники факультетов и кафедры, не обязательно экономики и менеджмента, а инженерных факультетов, гуманитарных факультетов, которые очень себя интересно проявили инициативами с новой стороны. И сейчас мы с ними уже реализуем какие-то новые прикладные, не игровые, а прикладные задачи. Ну и самое, мне кажется, значительным событием в части подготовки кадров и повышения квалификации, я отдельно, кстати, не останавливаюсь на то, что ежегодно университет осуществляет предусмотренную нормативными документами классическую схему повышения квалификации преподавателей. Это когда они ездят на конференции, когда они ездят в другие ведущие университеты страны и зарубежные стажировки, для того, чтобы обмениваться опытом и просто учиться чему-то новому, повышать свою квалификацию. Это стандартная технология, она каждый год существует. А вот что было нового? Так вот, осенью этого года мы пригласили самых сильных, я считаю, тренеров по разработке стратегии организации из Московской школы управления Сколково ведущих специалистов, тренеров. Там целая команда десанта высадилась. И на неделю в санатории Колоса примерно сотня человек, наиболее активных сотрудников университета, отложив в сторону мобильные телефоны и свои текущие дела, просто занимались детальной проработкой основных, самых важных стратегических направлений развития университета на ближайшие несколько лет. Ну, перечислю направления. Это магистратура, аспирантура, будущее и современные механизмы модернизации, проблемы, недостатки, способы их устранения. Работа с абитуриентами и студентами, повышение качества выпускников, отдельная научно-исследовательская группа, группа университет и регион, стратегические партнеры, кадровая политика университета, развитие инженерного образования, развитие педагогического образования. То есть по всем этим направлениям были сформированы такие команды междисциплинарные. И вот они в течение недели разобрали по косточкам все, что мы делаем сейчас, притом меня организаторы пустили только на первый и на последний день, когда я принимал уже итоги работы. Все остальное время меня сказали не появляться, иди занимайся, ректор, своими делами. Не мешайте нам. Не мешайте. И в результате команда перемешалась. Там были преподаватели, директора института, вы деканы. И студентов небольшое количество пригласили для того, чтобы от них тоже получить обратную связь и их понимание, каким должен быть университет. И они без галстуков в такой неформальной, закрытой обстановке, когда можно говорить друг другу в лицо и правду, напридумывали, разобрали, я еще раз говорю, по косточкам и составили просто детальнейший план мероприятий и действий на ближайшие несколько лет. И что самое важное, что удивили, отдельный побочный эффект я получил как руководитель от организаторов этого мероприятия. Детальный, деловой, психологический портрет каждого участника, из которого я могу делать уже кадровые какие-то решения. Многие себя очень хорошо, опять же, проявили, те, которые не были в моем поле зрения молодые, перспективные специалисты. И вот, что удивительно, что после того, как это все закончилось и уехали организаторы, а мы остались на своей родной вятской земле, организаторы меня предупредили, чтобы я был осторожен и внимателен, потому что, как правило, через несколько месяцев вот эта вся радость, адреналин и азарт вот таких мероприятий уходит, очень важно их не потерять. Поэтому я очень рад, что нам удается. Мы по итогам сформировали, и он активно сейчас работает, комитет, совет университета по стратегическому развитию, где большинство, практически все, кто принимал участие на этой сессии, плюс тем, кому стало интересно из других сотрудников университета, сейчас по этим направлениям просто вот каждую неделю у нас появляется, но сегодня на ученом совете во второй половине дня мы будем уже часть готовых предложений официально голосовать административно для того, чтобы внедрять их в жизнь. Прервемся на полминуты, напоминаю, это итоги года с ректором Вятского государственного университета Валентином Пугачем. Возвращаемся в эфир, Валентин Пугач в нашей студии, ректор Вятского государственного университета, и мы подводим итоги года, говорим о кадровой политике, о кадровых решениях, о преобразованиях и каких-то стратегических совершенно там решениях, которые принимались в течение этого года, остановились на формировании Совета по стратегическому развитию, Валентин Николаевич нам рассказал, что сегодня будет очередное совещание, в ходе которого некоторые проекты в течение года, разрабатываемые, будут внедряться, возможно. Нет, в ходе Совета они не будут внедряться, но их принято решение об их внедрении. То продолжаем делать, а что нет. Смотрите, в университете теперь появилось две структуры. Неформальная, без учета в должности и звании, это стратегический совет, где любой может прийти и сказать свое предложение. Включая студента. Да, и любого преподавателя может прийти и озвучить свои предложения, и потом это все будет обсуждаться на комитетах и все вместе. И ученый совет, это высший орган принятия решений в университете, на котором уже принимаются оргштатные, финансовые, административные и другие рода такие уже официальные решения, которые фиксируются в нормативных документах. Давайте мы не окончательно подводим черту под блоком кадровой политики университета, но все-таки вот разбирать его подробно завершим. Сейчас единственное, что я хотела уточнить, по моему ощущению, судя по тому, что вы рассказываете, усилия, которые прилагал ВУЗ в этом году, были направлены на изменение сознания сотрудников университета в соответствии с требованием времени. Как бы это пафосно ни звучало, мы понимаем, что время сейчас такое, что мы бежим, как колеса в стране чудес, нужно бежать в три раза быстрее, чтобы хоть куда-то двигаться. Изменение состояния, смотрите, в первую очередь, да, меняться точно нужно. Меняться как? Мы для себя нашли, что у нас одна из главных проблем, это так как мы очень большие, у нас более тысячи человек только преподаватели, а всего сотрудника в университете 2,5 тысячи, поэтому большое количество сотрудников. И одна из главных проблем, это недостаточная коммуникация всех уровней, горизонтальных, диагональных, вертикальных, каких угодно. Поэтому очень важно было выработать механизм получения обратной связи, механизм встреч, междисциплинарных, межфакультетских, межинститутских, вот этих контактов, только благодаря которым появляются новые идеи, они обсуждаются и они начинают притворяться в жизни. Но и тут еще очень важно, что правила игры устанавливают, получается, вот не только ректор сказал, или там, например, распоряжением Минобра это делать. Очень много решений принимается коллегиально, вот на уровне таких комитетов и советов. И правила игры для всех одинаковые. Совершенно верно. И они для всех програничны. Как Светлана сказала в перерыве, демократию вы там развели у себя. Ну, а как же без этого? Все правильно. А взаимодействие с региональной и властью, и бизнесом, следующий блок, которым хотелось бы подступить, почему мы попросили об этом поговорить сегодня в эфире? Был бы плохой университет, если бы он, будучи федеральной структурой, находясь на территории, окуклился и занимался бы своей веселой, интересной внутренней жизнью, ничего не выдавая, никак не помогая развиваться своему региону. Ну, вот эта вот история, на самом деле, о которой много говорилось и проблема, которая обсуждалась в последние десятилетия, это вузы, которые штамповали просто дипломы из студентов, выпускающихся, которые не находят работы. Без какой-либо оглядки на реальные потребности, кадровый рынок, потребности предприятий и организации, учреждений, органов власти региона. Это все у нас давно позади, и мы несколько лет системно занимались для того, чтобы понимать, где мы живем, кто нужен. Каждый месяц встречаемся, находимся в переписке с региональными министерствами, с региональной службой занятости, входим на различные профессиональные союзы машиностроителей, экономистов, финансистов, всех, кто у нас есть на территории. Мы входим в профессиональные союзы, торгово-промышленные палаты, именно для того, чтобы держать руку на пульсе, именно для того, чтобы понимать, кто нужен, какие есть проблемы на предприятии. Зовем их к себе и показываем все ноу-хау, все интересные инновации, которые у нас есть для того, чтобы предложить им. И это приводит к тому, что количество партнеров, количество контактов, контрактов, различных договоров, услуг, работ, экспертиз выросло просто в разы. И первое, что приходит в голову, нас очень порадовало, что городская администрация, например, в этом году сделала университетом, наверное, основным партнером по сбору, анализу, обобщению социологической или другой информации, связанной с ситуацией в городе. Я прямо вычеркиваю свой дополнительный вопрос. Да, потому что они, администрация города, мне это очень приятно, они не, в отличие от прошлых лет, не сами формируют свое какое-то мнение, какая проблема в городе самая важная и как ее нужно решать. Они спрашивают у населения города посредством социологических и различных других исследований, которые для них проводит университет. Университета неплохая сложилась, социологическая служба и вместе с экономистами нашего факультета мы собираем саму и анализируем статистическую официальную информацию, финансовую информацию и общаемся с населением, проводим различные опросы, из чего получаются очень интересные выводы, предложения, которые с интересом слушает городская администрация, городская администрация. Дума и на основании этих выводов и информации принимают свои решения. Валерий Николаевич, как часто это происходит, вот эти вот опросы? Все чаще. Опросы происходят, ну, во-первых, часть опросов мы инициируем сами, потому что нам нужно понимать, ну, по самым различным, по всем направлениям. Я сейчас не буду тратить время перечислять. И часть вопросов нам, притом, знаете, интересно, мы сначала в инициативном порядке их проводили сами. Давайте напомним нашим слушателям. Вы же помните это прекрасное совершенно социологическое исследование, это этот опрос, который сделал ВУЗ по собственной инициативе глобальное исследование города по удовлетворенности жизни в этом городе во всех аспектах. Тогда это была инициатива ВУЗа, и совместно мы это обсуждали, да, с группой активистов, здесь и в этой студии тоже обсуждали. И этот опрос был представлен, кстати говоря, не просто так, не то, чтобы прям все власти ждали, что этот опрос будет представлен. Пришлось какое-то время ждать, пока его выслушают, хотя готов был и губернатор, готов был и сити-менеджер, но не завтра пришли послушать его, правда? И тогда мы еще говорили, что именно на основе научных исследований, социологических исследований надо принимать решения в городе, особенно глобальные. В разрезе районов, в разрезе улиц конкретных и кварталов, и в разрезе различных, ну действительно, сфер безопасность, транспорт, удовлетворенность там различными услугами, магазинами. И вот именно за этот год произошло изменение сознания именно властей, и это заслуга ВУЗа в этом отношении. И ты видишь, Ань, последние новости, которые выходят вот сейчас в конце года. ВУЗ получает контракт, ВУЗ получает заказ на социологические исследования, здесь у нас озвучил господин Сидельников, который отвечает городской администрации за развитие малого и среднего бизнеса, относительно обеспеченности горожан торговыми центрами, торговыми точками. Стационарными министационарными. Это первое. Такого не было раньше, поэтому мы увидели хаотичное вот это строение больших теперь пустующих торговых центров. И понятно, что на самом деле очень много вопросов, почему убирают вот отсюда и предлагают вот там, где никому не надо. А вот такие решения надо принимать очень детально, опросив жителей тех районов, которые там живут и работают, для того, чтобы соединить это понимание с требованием нормативных документов, с различными внешними факторами, предложениями инвесторов и принять взвешенно квалифицированное решение. И следующее очень важное и серьезное заявление, которое было на днях тоже опубликовано, что и новая транспортная система тоже будет основываться в том числе и на исследованиях ВУЗа, а не просто только согласно нормативным актам, которые просто устарели очень многие. Для меня это была новость, я вот это узнала только из СМИ. Ну, смотрите, можно долго перечислять такие вещи. Самое важное, что муниципальная, областная власть, я надеюсь, и бизнес все в большей степени будет, принимая различные важные стратегические для себя решения, опираться на статистический, аналитический, научный потенциал нашего университета, которые у себя нарабатывают компетенции по этим сферам и все более полезные, прикладные свои решения, рекомендации вырабатывают. Потому что главное, что это полезно, ведь не только вот... Это только часть. Давайте я буду перечислять. Давайте дальше. Через полторы минуты. Мы сделаем сейчас перерыв и через полторы минуты продолжим. Продолжаем подводить итоги года с ректором Вятского государственного университета Валентином Пугачем. Валентин Николаевич, мы говорим о взаимодействии с бизнесом и властью с теми, хотя бы часть программ, которые в течение этого года возникли. Мы отметили очень важный блок, потому что социологические и научные исследования, которые сопровождают крупные инфраструктурные, экономические проекты, которые осуществляет власть, это очень важно. Наконец-то мы к этому пришли. Не только действуем в рамках нормативов, которые прописаны некоторые из них 30-40 лет назад, а мы отталкиваемся от реальной ситуации, от того, какой запрос есть в обществе и что диктует современный мир. Совершенно верно. Бизнес, может быть. Смотрите, вот другим важным для региона событием, я считаю, это долгожданное открытие инжинирингового центра ВятГУ. Такое сложное, непонятное название, но смотрите, в городе впервые появилась площадка, физическое пространство, где инженеры, конструкторы, технологи, дизайнеры готовы по заказу предприятий или инициативно разрабатывать очень сложные, новые, современные, импортозамещающие станки и оборудование, могут проектировать целые предприятия и производства или технологические линии, которых нет, но очень хочется создать нашим кировским предприятиям и организациям, делать это в виде чертежей, в виде цифровых 3D-моделей и делать это в металле. То есть одновременно там есть и офисно-конструкторская часть, где конструкторы проектируют эти вещи. На бумаге. На бумаге. Или на компьютере. На компьютере сейчас, на бумаге практически нет. И спустившись на первый этаж, они выходят в современные мастерские, оборудованные станками, оборудованием и оснасткой различной, где есть специалисты, технологи, где эту деталь, этот станок и это, значит, изделие можно изготовить, собрать, включить, провести испытания, измерения. Показать заказчику. Показать заказчику и передать кировскому предприятию, заводу под ключ. Представляете, такого рода уровня услуг. И вот такой инжиниринговый центр, я напомню, что мы его стали создавать инициативно несколько лет подряд. Правительство области, узнав об этом, очень сильно заинтересовалось. И всячески нас стали стимулировать, контролировать в хорошем смысле и координировать, чтобы мы это делали быстрее и лучше. Правительство области, спасибо им большое, в лице Министерства промышленности и профильных зампредов и губернатора сделали все, чтобы мы успешно оформили заявку в Минпромторг и победили в этой заявке. В этом году мы в течение нескольких лет получим 128 миллионов рублей до оснащения и до развития нашего инжинирингового центра. У нас уже есть несколько первых ласточек. Мы разработали и успешно продали несколько комплектов различного оборудования. Трубонавивочный завод, станок, какие-то, я прошу прощения, сложные специфические названия. Мне больше всего понравилось, что в Котельниче мы буквально месяц назад вместе с губернатором открыли производственную линию по производству мононити из пластика вторично использованного. То есть это еще и переработка? Это только переработка. Это переработка, притом такая высокотехнологичная отходов пластика в современные такие материалы, которые можно использовать в различных видах продукции. То есть инжиниринговый центр вообще заработал по-настоящему. И мы очень рассчитываем, что наша кооперация с предприятиями оборонного промышленного комплекса, перед которыми стоит задача увеличения доли гражданской продукции в течение ближайших нескольких лет, будет только развиваться от этого. Отдельным успехом можно считать, что... Не, погодите. Про прожектор надо еще сказать. Это просто очень важно. Потому что на прожекторе работа... Это специфическая организация. Это непростой коммерческий предприятий. Там сотрудники, люди с особенностями по здоровью. Зрение там, по-моему, да? Ну вот, да. Это очень важно, потому что ВУЗ в течение года проводил массу мероприятий, которые были направлены на инклюзию. А инклюзия — это не только история с доступным образованием для людей с ограниченными возможностями, с инвалидами, если говорить по старинке. Но и инклюзия дальше социализуется в обществе, социализация в работе, в профессии. И это очень важный шаг. И тут нужно обязательно упомянуть про форум создания системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования и реализации инклюзивного образования. Огромный международный форум на площадке ВУЗа. Ну, опять же, спасибо, Светлана, что вы так хорошо погружены в наши вопросы. Смотрите, действительно, университет несколько лет системно занимался вопросами, связанными с разработкой новых технологий образовательного процесса для тех, у кого есть какие-то сложности со здоровьем. Зрение, опорно-двигательная система, слух, какие-то другие еще ограничения. И мы разработали целый ряд уникальных методик оборудования и вспомогательных средств и программ компьютерных, которые вот эти все ограничения максимально нивелируют. Эта работа была замечена Министерством образования и науки. Университет был по итогам рассмотрения нашего опыта признан межрегиональным ресурсным центром. Мы курируем практически весь Привозский федеральный округ и ВУЗы Привозского федерального округа учим, методически обучаем, как внедрить у них наши наработки. И благодаря этому, собственно, Минобор нам поручил провести международный действительно форум по обмену этого опыта. Как это делается в других странах в Европе, в частности, и в других странах. Как это делается в странах СНГ, ближнего зарубежного, и как это делается в стране. Вот все приехали, мы делились своим опытом, коллеги своим. Были очень интересны. Буквально на этой неделе мы получили подтверждение, что наши все отчеты по проведению этому форуму и вообще по этой работе в течение этих лет Минобор успешно принял и сказал, что мы молодцы. А буквально недавно, я знаю, что вы, ваш ролик, который был снят о проекте, который вы совместно с Ноналяком делаете, да, большой проект, и сам проект, и его презентация. Вот мы просто переписывались с коллегой вашим Сергеем Литвинцом. Светлана, расскажем слушателям, что за проект? Да сейчас Валентин Николаевич скажет. Хорошо. Обскакали таких монстров, пишет мне Сергей, как Уральский федеральный университет и МИСИС со своей программой. Да, да. Это очень важно просто, потому что это правда монстр в хорошем смысле этого слова. Смотрите, что происходит в стране. Крупнейшие такие монстры в своих отраслей, металлургия, фармацевтика, биотехнологии, другие, ну есть флагманы этих предприятий. Они у себя проводят масштабные изменения технологические, кадровые, они развиваются, строят планы развития. В рамках этого развития для них очень важно, чтобы специалисты, которые работали в этих флагманах, были самого современного мирового уровня. Иначе они не смогут ничего реализовывать. И поэтому эти крупнейшие предприятия страны объединились в профессиональное сообщество и проводят по своей линии, не по государственной, а по корпоративной линии, проводят различные конкурсы между вузами и научно-исследовательскими организациями по разработке образовательных программ. Для сотрудников. Для сотрудников и для студентов везде. Для программ повышения квалификации или подготовки специалистов высочайшего мирового уровня в стране. И они формируют кучу профессиональных требований, которые должны предъявляться выпускникам этих программ. И программа должна эти требования обеспечить их выполнение. И вот яркий такой пример, когда фонд инфраструктурных изменений Роснано, который объединяет все биофармацевтические предприятия страны, курирует всю биофармацевтику в первую очередь. Они уже несколько лет работают по проведению конкурсов, отбору вузов, поручении им разработки такого рода программ и потом получении обратной связи, анализу, что это за программы, как они работают, какого качества выпускников готовят. И вот программы Вятского государственного университета по итогам конкурса этого года были признаны лучшими в стране в части биофармацевтики, повышения квалификации специалистов там по отдельным отраслям. Мы действительно обогнали ведущие университеты из 5-100, которые борются за мировые рейтинги, федеральные университеты, опорные университеты и ВятГУ в этом плане звучит. Вообще, я хочу сказать, что последние годы мне очень понравилось. Вот на той неделе был на семинаре в Сколково, в Москве, подходит ректор одного из региональных вузов и говорит, Антон Николаевич, можно к вам обратиться за консультацией? Слушай внимательно. Вот мне в высшей школе экономики сказали, что ВятГУ лучший региональный вуз. Я рассмеялся. И сказали, что вы подойдите к ректору. А там ректор буквально недавно, первый месяц работает. Вот Валентин Николаевич вам расскажет, с какими сложностями вы столкнетесь и какими проблемами. К чему готовиться. К чему готовиться и как их решать. Мне было очень приятно, что вот уважаемые коллеги о нас имеют вот такое хорошее мнение. Я думаю, это хорошее мы только мы этого года. Конечно, Валентин Николаевич, три минуты остается до завершения эфира и уже становится ясно, что блок образования и блок материальной базы мы перенесем на начало следующего года, для того, чтобы не скакать голубым по Европам, а очень подробно о них рассказать, потому что образовательная программа требует отдельного времени. Но тут есть еще несколько важных историй, и одну из них надо подчеркнуть. Вот сегодня, когда у вас будет стратегическая сессия, ученый совет или... Стратегический совет. Стратегический совет. Нет, ученый. Сегодня бюрократический. Сегодня ученый совет. И поэтому вы не сможете присутствовать на финальном мероприятии этого года в рамках работы группы «Киров меняется» у Ильи Вячеславовича Шульгина, а вы там тоже ключевые фигуры. Но Илья Вячеславович в курсе, мы тоже в курсе. И надо только сказать, что ВУЗ на протяжении многих лет и в этом году, безусловно, активным участником являлся и является как раз в трансформации городского пространства. И таким важным событием, которое стало красивым восклицательным знаком, наверное, в этом году был Кировский урбанистический форум. Киров-урбан-форум. Первый. Первый вообще за все время существования нашего города. Но, как сказали, это начало. Будут следующие. ВИАДГУ являлся и инициатором, и, собственно говоря, организатором, и исполнителем заказа. Исполнителем заказа городской администрации по проведению этого мероприятия. Мы о нем говорили очень много, но скажите, только в одной фразе, уже одна минута остается. Для ВУЗа вот эта деятельность и этот форум, что значили? Для ВУЗа это означает включение в серьезную заявку университета, претендующую на то, что университет является одним из ключевых партнеров городской администрации по развитию комфортной городской среды. Что мы хотим быть соучастниками и партнерами в изменениях в нашем городе, позитивных изменениях. На самом деле ВУЗ тоже в этом заинтересован, потому что это привлечение людей, молодых в том числе, к нашему городу. И мало того, к этому форуму ВУЗ провел свой собственный проект, ВИАДГУ-челлендж. Он как раз направлен на то, чтобы не просто показать молодым людям, что мы тут стараемся, чтобы вам было комфортно жить. А вовлечь их. Судеты занимались вопросами о решении городских проблем. И эта тоже история будет продолжаться. Безусловно. Спасибо, Валентин Пугач, с некоторыми итогами года в нашей программе «Дневной разворот». Мы с Анной вернемся через 20 минут и продолжим с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка Кировской области.